Итак, друзья, всем добрый день, добрый вечер, дамы и господа, с вами снова Севен. Я хотел бы вам представить второй матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между командами Магнитогорский Металлург и Нурсултанский Борис. В первом матче Магнитка смогла добыть победу у себя дома в очень результативном матче со счетом 7-4. По ходу матча Борис, друзья, выигрывал 3-1 и упустил победу. К сожалению, для Нурсултана могли они зацепить первую игру в Магнитогорске, но вот так вот сложилась ситуация. То, что Магнитка взяла все свои руки и, собственно говоря, смогла более того, чем сравнять счет в матче, еще и выиграть непосредственно его. Команда Магнитка заняла третью позицию, как я уже и говорил, в Восточной конференции. Борис шестую позицию. Очень много интересных матчей прошло вчера. Акбарс, друзья, еле-еле как в овертайме смог одолеть Нижегородская торпеда. Я сам полностью следил за этим матчем и хочу сказать, что Акбарс, конечно, очень неважно выглядит. Не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, но Акбарс что-то очень как-то слабовато и торпеда реально заслуживал, наверное, победу. Возвращаемся к нашему матчу. Карлсон сегодня будет защищать ворота Бориса и, собственно говоря, кошечки им сегодня будет в воротах Магнитки. Момент сразу же и Плотников первую шайбу забрасывает в ворота Бориса. Напоминаю, 1-0 пока ведет в этой серии Магнитка. И тут же в начале матча минута 20 понадобилось Магнитке для того, чтобы забросить шайбу. Смотрим повтор момента. Здесь Плотников был на выгодной позиции. Бросал, в принципе, практически в упор. И очень легко здесь пробил Карлсона. 1-0 в начале матча. В уходе это Магнитка вперед. Очень многие просили этот матч, чтобы мы его смоделировали. И я что хотел сказать. Я буду всегда ставить составы по прошлой игре. То есть я сейчас посмотрел состав Магнитки и Бориса по прошлой игре, по первому матчу. И, соответственно, постарался как можно близко к реальности поставить составу той и другой команды. Поэтому в начале матча вы увидите, собственно говоря, похожий ли из состава на реальный. Фритин с шайбой. Борис идет вперед. Фритин, щелчок по воротам. Кошечкин отбивает эту шайбу. Шестаков, Старченко. Шестаков будет бросать. Неопасный бросок для Кошечкина. Очень легко парирует его. Голкипер Магнитки. Передача на Кошелева. Кошелев бросает. Карлсон отбивает бросок. Отличная здесь передача от Голдобина. Видель бросок не получается. Вот здесь может быть у Кользина. Кользин с неудобной руки бросает. Расмуссен. У нас, друзья, первый перед подходит к концу. Момент у Кулемина бросок. Еще и Кулемин добивает здесь шайбу и попадает в штангу. Итак, друзья, у нас первый перед подошел к концу, пока Магнитка ведет. Матч с Нурсултанским Борисом со счетом 1-0. В самом начале матча была заброшена шайба. Давайте, друзья, переходить к переду под номером 2. 6-4 по броскам в пользу Магнитки. Также 4-1 по выигранным бросням. Также лучшее на точке выбрасывания хоккеисты из Магнитогорска. Второй период начинается. Ворон против Прохоркина на выбрасывание в центральном круге. Фритин, щелчок по воротам для габаритного Кошечкина. Это не проблема. Передача на Прохоркина. Прохоркин еще раз атакует ворота. Но преимущество, если честно, есть пока на стороне Магнитки. Фритин. Ворон. Опять же, не определились мы, как называть его. Кто-то называет Вороны, кто-то называет Ворон. Я буду называть его Ворон. Ребят, надеюсь, никого не обижу. Особенно болельщиков из Нурсултана. Ворон. Вот отдать передачу на пятачок. Ну что за передача? Удаление будет в составе Магнитки. В большинстве сейчас поиграет Борис. Не видел, к сожалению, да, за удар соперника по рукам, что ли. Как это формулировать? Сейчас посмотрим. Так, ну я даже не знаю. Удар по рукам получается? Удар клюшкой? Вот, понятно. К сожалению, не все трактовки я знаю. Вот, собственно говоря, немножечко учусь по вот этим удалениям. Так, в большинстве получается у нас Борис. Сагадеев. А нет, передача здесь не проходит. Мартынов ее перехватывает. Тут же шайбу выбрасывает. А Старченко. Сагадеев. Бросок, добивание. И как же не попадать здесь игрок? Старченко. Ну вот момент у Михалеса. Бросает кошечки. Яковлев. Силовой прием здесь. Отдар на дейца. Не страшил. Снова Чибисов. Чибисов передачи на пятачок. Здесь не страшил. Бросал по воротам в упор. Линус Видель. Видель. Передача на Фриттина. Щелчок. Кошечкин выручает. Ловушкой. Блэкер. Панюков. Первое звено у Бориса. Бросок. Но опять Кошечкин выручает. Кошечкин, конечно, очень уверенно сейчас действует. Сколько уже бросков было по его воротам. Со всеми справляется. Галкипер. Магнитки. Кошечкин ведь тоже уже в возрасте. Уже давным-давно. Он защищает ворота магнитки. И вот до сих пор. В принципе, как и Александр Еременко в московском Динамо. Защищает ворота своей команды. Фритти. Но 3 в 2 практически выходит. Но Фриттина решает бросать здесь. Щелчок по воротам. Но опять попадает просто в Кошечкины игроки Бориса. И опять же, я говорю, для Кошечкина это вообще не броски. Очень легко он с ними справляется. Сагадеев здесь брос не проиграл, друзья. У нас второй период подошел к концу. И до сих пор у нас заброшена. Единственная пока шайба в матче. 1-0 пока магнитка ведет. В матче против Бориса. Давайте, друзья, переходите к периоду по номерам 3. 12-9 поактивнее. Привели второй период в плане бросков гостей. Вбрасыванием, подбрасываем чуть-чуть впереди. Все же магнитка. У нас период под номером 3 начинается прямо сейчас. И 1-0. Очень скользкий счет. И у Бориса действительно есть момент для того, чтобы забросить все-таки шайбу. Так, момент какой здесь передача. И как здесь Карлсон выручает. Фриттин. Вот проморгали. Здесь, конечно, контратаку. Кисты Бориса. Ворон в створ не попадает. Яковлев будет сам бросать. Карлсон. Сагадеев снова шайбу. Здесь силовой прием. 4 минуты еще есть у Бориса. Мартынов. Щелчок по воротам попадает в Метальникова. Лилия будет ли передача назад? А Кользинка. Хорошо. Здесь Гурков атаковал ворота. Минута 30 остается у Бориса. Нужно снимать голкипера. Уже, я думаю, момент увидели. Ну, как же так-то? Почему опять по центру бросок? Панюков. Галкипера снимает. Панюков. Ворон. Бросок по воротам. Снова Кошечкин выручает. Да, видимо, пустые ворота Бориса. Карлсон уже убежал на скамейку запасных. И ворон на вбрасывание против Расмусона. И проигрывает, к сожалению, это вбрасывание в кисть Бориса. Бэк. Мимо ворот бросает Бэк. Но здесь нету Неми. Ну и последняя, наверное, атака уже от Бориса. Панюков. Хорошо. Видель бросать нужно. Кошечкин снова выручает свою команду. Однозначно, Кошечки, наверное, первая звезда будет в сегодняшнем матче. Если вот сейчас шайбу не пропустит за оставшиеся 6 секунд. Выиграли вбрасывание. Блэкер. Панюков. Ну вот, ну, Видель. Ну как же вы так? Ну какой сейчас был момент у Виделя? Абсолютно один. Он здесь был на пятачке. И не смог реализовать такой момент. Поздравляем мы Магнитку со второй победой в серии. 2-0 становится счет в серии между Магниткой и Борисом. Переезжает серия в Нур-Султан. Где там уже будет сражаться непосредственно Магнитка против Бориса. Поздравляем мы всех болельщиков Магнитки с этой победой. Если ты вдруг еще не подписан на мой канал, то прямо сейчас обязательно на него подпишись. Поставь лайк. Влепи комментарий. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем до скорых встреч, друзья. Увидимся в новых матчах в континентальной хоккейной лиге. Субтитры сделал DimaTorzok